Вопрос про как научиться различать, что является благом для людей, допустим. Когда причиняешь добро или совершаешь благо, как понять, кому какое благо ты делаешь? Это очень простой вопрос. Поднимите руку, кого тоже волнует этот вопрос. Это крайне простой вопрос. Послушайте, пожалуйста. Я хочу вас сначала спросить, удалось ли вам из нашего общения очень глубоко как бы внутрь себя взять, что мое благо это в том, чтобы освоить вот это восприятие жизни и всегда в нем находиться? Что вот в мире действует эта высшая сила, которая ведет меня к совершенству? Поднимите руку, кто из нашего общения, вы как бы усваиваете вот это понимание, что ли? Слушайте, здорово. А теперь очень простой вопрос к вам. Как вам кажется, что будет благом другого человека? Поднимите руку, кто понимает, что благом другого человека будет, если он будет усваивать вот это восприятие жизни. Так, кто с этим согласен? Ну вот ответ на ваш простой вопрос. Любые ваши действия, которые помогают другому утвердиться вот в этом понимании жизни, понимании ученичества, в том, что высший источник, он ведет нас к совершенству. Любые ваши действия, которые помогают человеку в этом утвердиться, это благо личности другого, который он получает от общения с вами. И теперь слушайте еще. И любые ваши действия, которые разрушают это мировосприятие другого человека и помогают ему утвердиться в противоположных ценностях, это будет зло, которое вы причиняете другому человеку. Вот смотрите, как все просто. Не усложняйте. Потому что мы все время жизнь измеряем какими-то внешними действиями. Например, мне рассказал один человек в одном городе. Он общался с одной девушкой какое-то время назад. Даже думал, может быть, жениться на ней. Ну, какой-то у них такой небольшой роман был. Вот однажды она пригласила его к себе домой. Они пришли домой. И первое, что он увидел, по дороге он ее встретил. Она работала в банке. По дороге они заехали в большой магазин, купили большую какую-то мягкую игрушку и потом поехали домой. Дальше он наблюдал картину, когда они пришли домой. Она открывает дверь, зовет своего сына. Маленький мальчик, там где-то лет пять, по-моему, было. Он не сразу вышел. Через некоторое время вышел из двери и так смотрит на нее. Она ему говорит, зовет, зовет, иди, иди, я тебе игрушку купил. Он подходит, никаких эмоций, берет эту игрушку большую, внимательно смотрит, изучающий, потом выкидывает ее и начинает орать. Типа игрушка не нравится. Она ему говорит, ну вот смотри, какая она хорошая. Он плеваться начинает. Купи другую, вот такое вот все. Купи другую, это мне не нравится. В общем, какое-то время вся эта разборка. А теперь знаете, что там было дальше? Вернее, не дальше, а вообще вся ситуация. Она одинокая женщина, то есть, ну, соответственно, у нее не было мужа в тот момент. Она воспитывает этого сына, у нее там хорошая карьера, большие деньги. В общем, она ему каждый день покупает новую игрушку, чтобы ему как-то угодить, чтобы вот ему приятно было, как ребенок. Она считает, что это ее долг матери, что она должна так заботиться о ребенке. В итоге он узнает, что в этой квартире одна комната, она полностью завалена игрушками, там чуть ли не до потолка. И весь гараж еще завален игрушками. Ну, пять лет, и она каждый день ему покупает игрушку. И он каждый день устраивает такую истерику. Потом он упал на пол, стал ногами там бить, орать, что-то такое. Вот, в общем, истерику закатил, что она ему не ту игрушку купила. В итоге, когда все это заканчивается, они как-то вдвоем остаются, и он ей говорит, слушай, ну ты же его портишь. Он говорит, нет, я мама, я должна его любить. Вот смотрите, с внешней точки зрения, она игрушку своему ребенку покупает. Это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Потому что все будет измеряться двумя вещами. Это первое, это ваше настроение, с которым вы действуете, и какой результат вы получаете. В настроении вы можете разрушать свою ученическую позицию, когда вы раз за разом не хотите понять, что происходит, и не хотите понять, чему вас жизнь как бы обучает в этом эпизоде. Слышите? В настроении должен быть ученик, доверяющий жизни. Почему это происходит? В чем мой урок? Чему я должен научиться в этом эпизоде? А вот этого настроения нет. Она просто считает, что она права. У нее представление есть, что она как мама, она должна вот такое приятное своему ребенку как бы совершать каждый день, новую игрушку покупать. Но знаете, что там в глубине, если покопаться? Вот просто станьте честными перед собой. А вот если мы станем честными перед собой, а стать честным перед собой, это означает, это означает не брыкаться от того, что происходит, и не убеждать себя, что я прав, а просто принять с благодарностью это, понимаете, вот эти вот проблемные эпизоды. И с благодарностью заглянуть внутрь себя, что там за негативные чувства у меня рождаются, и принять их, прожить. Потому что это что-то означает, потому что в глубине этого всего есть какое-то послание для меня, урок, смысл, ценность. А она так действует. А потому что у нее нет времени на ребенка, она карьеру делает. У нее это чувство вины нарастает изнутри. И вот чтобы это чувство как-то уменьшить, она каждый день после работы заезжает в магазин, чтобы купить игрушку и откупиться этой игрушкой от него. Это вот настоящая реальность, которая там есть на самом деле. Слушайте, а поднимите руку, кто себя в чем-то узнает, что у вас было что-то подобное. Слушайте, ну станьте честными перед собой. Мы просто ученики в этом мире. Поймите, ничего просто так не происходит. Итак, чтобы другой получил благо, два критерия. Это мое настроение, то есть должен быть ученик, настроение ученика. Не обманывайте себя. То есть вы по настоя... И второй момент, это внимательность к тому, что происходит с другим человеком в результате ваших действий. Потому что увидьте результат. Результат, он определенный, просто нужно беспристрастно на это посмотреть. Другая женщина мне рассказывала, как она своего 20-летнего сына выгоняла из дому. Потому что просто поняла, что если она сейчас это не сделает, непонятно, кто из него вырастет. Как раз как она плакала, просто закрывала дверь, но понимала, что должна это сделать. Потому что иначе он что-то, ну не осмыслит, не поймет. Просто выгнала его и закрыла дверь, и рыдала там, просто сидела. Вот как вам кажется, этот сын получит благо от таких ее действий? Знаете, это его еще ответственность, что он из этого извлечет, но по крайней мере она как мать все сделала. Вот я абсолютно в этом уверен. Потому что она выбрала настоящую любовь. Не сентиментальную вот эту, знаете, выдуманную, а настоящую. Потому что настоящая любовь, это любые ваши действия, которые помогают другому стать учеником. Любые ваши действия, которые помогают другому вот вернуться к этой позиции, это благо другого человека. И иногда нужно погладить по голове другого, а иногда, знаете, шлепнуть очень сильно. Или жесткие слова сказать. Это все средство. А вот результат это там, в настроении другого человека. Что у него там зашевелилось в уме? В сердце что зашевелилось?